Бьет рекорды или пора менять формат? Повестка недели Ялтинский международный экономический форум. Как всегда ажиотаж больше 4000 участников, почти 100 стран и миллиардные инвестиции. Но почему экономика так тесно связана с политикой? Обсудим это с непосредственными участниками форума, политологом Денисом Батуриным и адвокатом-международником Александром Молоховым. Господа, здравствуйте. Действительно, Ялтинский международный экономический форум пятый, юбилейный, на него возлагали большие надежды. Он действительно побил многие рекорды по количественному составу, так точно. Но, Александр, а качество делегации, говорят, вызывает сомнения? Ну, я вам так скажу. Этот форум был, ну, я на каждом из форумов присутствовал. Все форумы разные. И, ну, понятно, что всегда первый форум, он самый волнительный, самые, так сказать, воспоминания вызывает такие, да, теплые. Форумы отличаются друг от друга. И этот форум, он, безусловно, самый масштабный, юбилейный. И в количественном отношении действительно бьет все рекорды. Что касается качественного состава, на мой взгляд, каждый из участников форума мог найти для себя то, что он хотел там найти при желании. То есть форум настолько был разнообразный с точки зрения повестки, мероприятий. Ну, Александр, объективно, кто-то ищет, куда деньги вложить и получить, как следствие, прибыль, а кто-то ищет халявный кофе. Каждый нашел для себя то, что хотел. Да, такие люди были. Были и туристы. И чего греха это, этих было много. Но это нормально. И избежать туристов на таких масштабных мероприятиях невозможно. Уверяю вас, что что Давос, что Ялтинский форум, что питерский экономический. Туристы бывают всегда. Но были люди, которые участвовали в деловой программе, которые не светились. И я тому свидетель. И, уверяю вас, серьезные деньги делаются в тиши кабинетов. Денис, ну вот действительно, Ялтинский международный экономический форум, да, по факту все эти пять лет он был в большей степени политический. Потому что мы продвигали политическую линию. И, безусловно, это серьезное заявление, когда в санкционный, по сути, регион приезжают люди из других регионов, из других стран, которые заявляют как минимум о готовности. А некоторые даже уже успешно реализуют проект. Но не пора ли перейти уже от политики к действительно экономической составляющей, на ваш взгляд? Ну, экономической составляющей достаточно. Начиная с названия, скажем так, форума. А отделять политику от экономики в условиях санкционной политики, тогда, когда форум-то... Почему проводится в Ялте международный экономический форум? Именно в результате того, что возникли санкции. Еще неизвестно, были бы санкции. Если бы не было санкций, был бы Ялтинский международный экономический форум. Поэтому он родился благодаря политике. От политики он никуда не денется, пока есть санкции. А то, что экономический эффект форуму придавать стоит. Ну, во-первых, он и так существует. Во-вторых, форум существует ради экономики. И то, что он проводится уже пятый год, то, что он проводится, все это ради экономики. И ради того, чтобы не только Крым, Россия понимал, как существовать в условиях санкций. Но и те иностранные гости, которые к нам приезжали, тоже понимали хорошо, а как нам быть в условиях санкций. Не только с Крымом, а с Россией в принципе. Поэтому эта площадка очень полезна с точки зрения понимания того, как быть в условиях санкций. Александр, если говорить об экономическом выхлопе. В рамках Ялтинского того же форума было подпишено соглашение о строительстве терминала аэропорта. Но это просто в рамках форума. Если бы не было форума, подписали бы соглашение, строили бы аэропорт. Поэтому можно считать, что это условная заслуга этого форума. Просто на этой площадке его объявили. Вы не подумайте, я не ругаю форум, он абсолютно нужен. Я сейчас говорю о том, что в нем сразу две составляющие. Это политическая и экономическая. И раз уж форум назвали экономическим, а не политико-экономическим, или же наоборот экономико-политическим, то он должен в первую очередь какие-то экономические потребности удовлетворять жителей полуострова. Вот какие наиболее явные соглашения достижения пятого форума? Вот какие проекты планируют реализовать по итогам пятого форума? Вот у нас же много было уже пятый форум. Мне кажется, что какие-то вещи, которые, допустим, на этом форуме произошли, я бы вообще предпочел, честно говоря, не афишировать. Потому что я был их свидетелем. Я должен спросить, например. Да, мне кажется, что у нас есть одна нехорошая черта, мы многое декларируем, а потом объявляем на весь мир, что будет то-то, то-то. А дальше какие-то вещи не сбываются. И это, конечно, портит. Почему не сбываются? Это суеверие какое-то или ставят палки в колеса? И ставят палки в колеса. И есть объективные проблемы. Хотя все уже к санкциям привыкли, это как температура повышенная такая. Меня это, кстати, очень беспокоит, потому что зря мы к этой повышенной температуре привыкли. Это ненормальное состояние ни мира, ни общества. Вот это санкционное, так сказать, противостояние. Поэтому о каких-то конкретных соглашениях, которые были подписаны, ну, ряд соглашений, мне кажется, перспективными, но я вот принципиально, лично, я не хочу о них говорить, потому что боюсь не то, чтобы сглазить, а мне кажется, что надо сначала что-то сделать, а потом предъявить миру. Я думаю, мы это обсудим уже по итогу, когда их удастся реализовать, я обязательно вам напомню. Денис, ну вот заявляли до этого организаторы форума о том, что Башар Асад приедет, да, и, конечно, многие, в том числе из-за него, да, СМИ, так вообще разинов рты поехали на Ялтинский экономический форум. Липен тоже не приехала, да, несмотря на то, что заявляли. Племянницу единственное место себя прислала. Почему так? Почему отказались эти лидеры приезжать на форум? Ну, мы говорим о людях, известных во всем мире, занимающих, с одной стороны, Асад, президент Сирии, с другой стороны, известные французские политические дети. Это политики, вокруг них много интересов, они втянуты в самые разные процессы, и если что-то входит в противоречие с их интересами, то, я думаю, они взвесили, и поэтому приняли такое решение. Нельзя говорить и оценивать этих политиков по принципу, пришел к нам, не пришел, ай-яй-яй, хороший или плохой. Нет, это серьезные люди, у них серьезные вопросы, и, возможно, решение каких-то других вопросов с помощью этих политических деятелей в интересах России будет важнее, чем их приезд на Ялтинский международный экономический форум. Знаете, я вот жалею, что Башар Асад все-таки не приехал, потому что накануне подписали соглашение, сдали в аренду сирийский порт на 49 лет до России. Если бы Башар Асад, на мой взгляд, Александр, поправьте, если я ошибаюсь, если бы Башар Асад приехал на Ялтинский форум, возможно, что это подписание состоялось бы на его площадке? Не исключено. Но, знаете, вот, опять же, иногда вредит анонсирование. Когда мы, опять же, говорим о том, что к нам приедет вот тот-то персонаж, то наши враги, они мобилизуются, и по линии, мы это наблюдаем постоянно, по линии украинского МИДа идут ноты протеста, так было с депутатами немецкого парламента, они не дрогнули, надо отдать им должное, приехали, но иногда это вредит делу, поэтому я не уверен лично, что всегда нужно анонсировать приезд таких крупных политических фигур, деятелей, потому что сразу же начинается противодействие, в том числе из-за океана. Ну, кроме того, существует некая табель орангерах, да, ну, и если Башар Асад приезжает, должен приехать политический деятель его уровня, как минимум, да, а это кто? Владимир Владимирович Путин, да, я думаю, если бы президент посетил этот форум, то и визит Башар Асад тоже бы состоялся. Я думаю, что в очередь бы кое-кто выстроил, несмотря на все противодействие из-за океана. Это уже бы была совсем другая история. Ну, тем не менее, были чего греха-то эти интересные личности, которые имеют достаточно удельный большой вес в своей стране, в том числе в политическом плане, побывали довольно известные политики, которые идут в том числе на выборы в Европарламент, взять того же Тири Мариани из Франции, Ирэн Пиветти из Италии, да, Вальдемар Герте из Германии и другие. Насколько велики их шансы, Денис, пробиться в Европарламент, используя вот эту антисанкционную, дружественную России политику? Ну, шансы, безусловно, есть, но надо ориентироваться на внутриполитические расклады, которые там существуют. Потому что каждый политик работает не в пространстве Ялтинского международного экономического форума, а в своем политическом пространстве, регион, страна и так далее. Безусловно, такие настроения, которые отражают эти политики, они существуют и в Италии, и во Франции. Вопрос в том, как удачно эти политики саккумулируют для себя эти настроения. Я с 2014 года общаюсь с иностранцами, напрямую они приезжают, мы общаемся, берем интервью. Естественно, я задаю вопрос, ну, практически каждому из них, может, не в рамках интервью, но в куларных беседах, что думают, собственно, люди в вашем регионе, да? Действительно хочется знать мнение обычных людей. Так же, как они приезжают и спрашивают простых крымчан, как вам здесь в России, мол, живется. Так же, и они отвечают, что, друзья, да, большинство-то все-таки понимает объективно, что Крым незаслуженно находится по санкциями. Большинство понимает, ну, объективность политика России, но эти люди до сих пор еще не в Европарламенте. Александр, ну, эта ситуация, на самом деле, она растекается по миру. Примеров тому множество и на самом высоком уровне для каждого государства. Я о чем говорю? О том, что то, что говорят политики, то, что говорят мейнстримовые журналисты, средства массовой информации, это совсем не отражает то, что думает большинство граждан самых разных странах. Начиная с Украины, которая недавно проголосовала, да? Сюрприз большой сделал своей политической элите, своим блогерам, национал-патриотам, которые теперь говорят, народ плохой опять. То же самое Трамп сделал сюрприз. И тоже народ не такой оказался, не за того проголосовал. Эта ситуация существует во многих странах, когда медиа-элита и политическая элита отражают свое мнение, его воспроизводят и убеждают сами себя, что народ думает так же. А это не так. То есть, по сути, это кризис демократии, которая должна быть властью большинства, но это абсолютно не так. Получается так, да. Александр, ну вот проект Международной ассоциации Таврида, да? Такое своеобразное постпредство республики в Брюсселе. Кто этим будет заниматься? И вообще, объективно, насколько это возможно? Насколько оно может работать в Европе в условиях непризнания Крыма российским? Это будет работать. Это проект не сиюминутный. Это проект, рассчитанный на долгие годы, как я люблю говорить, на ситуацию послезавтра, когда все-таки созреют элиты и в Европе, и когда с помощью вот этих средств народной дипломатии это будет одна из площадок, на которой встретятся представители европейских стран, Украины, России, может быть, из-за океана кто-то потянется. То есть, да, мы только в самом начале пути, но организация-то создана, учреждена. У нее есть штаб-квартира, и это в Брюсселе, в самом центре Европы. Это штаб-квартира НАТО, это Веросоюз. Это много направлений всевозможных деятельностей запланированы, и конкретные сюжеты на этот год. Ну, может быть, тоже об этом поговорим. Это инструмент, инструмент для прорыва блокады. Во главу угла ставим, безусловно, правозащитную повестку, интересы людей, простых крымчан. И игнорировать это нельзя. Когда мы говорим в центре Европы, не здесь говорим, где уговаривать никого не надо, а там говорим об этих проблемах, что нельзя превращать эту зону, как территорию, где какие-то прокаженные живут, что это нормальные люди, что они должны обладать свободой передвижения, они должны иметь выбор гражданства свободный, они должны посещать родных, близких, могилы, в конце концов, у своих предков, то это находит отклик. И я думаю, что это очень своевременный проект, безусловно. И он достаточно серьезный. Мы долго готовились, и до поры до времени это не анонсировали. И, конечно, большое спасибо той поддержке, которая была оказана. И власти республики это поддержали, и глава лично, и Юргий Львович Муратов. Все-все поддержали. Ассоциация Таврида. Но уже есть международная организация «Друзья Крыма». Не будут ли они дублировать друг другу, или даже в какой-то степени может конкурировать? Я думаю, нет, потому что ассоциация «Друзей Крыма» — это такой более формат, ну, что ли, неформальный. То есть... Дружеский, да, так скажем? Я так понимаю, что все-таки ассоциация «Друзей» не будет приобретать права юридического лица. Я так, насколько в курсе их планов, у них не будет какой-то, строго говоря, штаб-квартира определенный. Не будет, в конце концов, расчетного счета, с помощью которого можно было бы какие-то гуманитарные акции проводить. Поэтому мы, конечно, будем сотрудничать, и на самом деле, ну, я думаю, что каждая такая структура найдет свое место. Наверное, ассоциация «Друзей Крыма» — это более широкое такое понятие. И я думаю, что как раз с помощью нашей ассоциации Таврида, в том числе, свои проекты будет реализовывать и ассоциация «Друзей Крыма». У нас нет никакого, ни конкуренции. Мы делаем все одно дело, и тут речи не идет о том, кто главный, кто больше представляет Крыму. Понятно, цель-то одна в любом случае, необходимо ее достигать. Да, Денис, но вот если говорить о, наверное, взаимоотношении правильном, когда вот гостеприимством Крыма воспользовались многие гости, которые приехали из-за рубежа, и, соответственно, в ответ приглашают нас. Индийская делегация пригласила Крымскую в индийский парламент. Ну, знаете, вот условно, меня тоже приглашали в Африку в рамках форума после интервью, или в Ливан точно так же, в Аргентину. Ну, и если я поеду, это что будет значить? Что вот Крым прорвал международную блокаду? Вот, по сути, вот эти заявления, я сейчас говорю о каком-то, вот то, что мы сейчас говорили, да, в формате «Друзей Крыма». Когда это больше на каких-то личностных отношениях, но нельзя же делать какие-то уже политические заявления, или тем более выводы, основываясь на вот этом, условно, «междусобойчике». Ну, это не «междусобойчик». К этому есть давно определенное название, так называемая народная дипломатия, да. То есть люди ездят в разные страны, там, где это возможно, там, где это невозможно, как в условиях санкционной политики в отношении Крыма. Мы нашли способ общения с гражданами других стран с помощью, ну, представителей общественности, просто активных людей, которые находят возможность, там, иногда на свой страх и риск посещают другие страны, проводят встречи с общественностью в парламентах и так далее. Это нужный формат, который также, вот, как ассоциация Таврида, да, объединения, будет работать в Брюсселе. Да, это институциональный формат, это четкий институт, оформленный, да, там, юридически, с правами, с обязанностями, со счетом. Но, а это люди, это люди, которые, знаете, people to people общаются с такими же, как они находящимися там, в конце концов, ездят в рамках народной дипломатии, и общественные деятели, и депутаты разных уровней, и бизнесмены, каждый из них находит себе подобных и говорит о том, как он видит этот мир, о том, как видит ситуацию с санкциями, какие возможности в этой ситуации существуют и так далее. Ну, объективный результат это принесет, как Александр говорит, послезавтра, да, потому что до смены политических элит в том же Евросоюзе, да, или в Соединенных Штатах Америки на лучшее рассчитывать не приходится. Конечно, послезавтра надо работать уже сегодня, а еще лучше вчера, да, поэтому, да, мы говорим о послезавтра, и это нормально. Санкциями нанесен серьезный удар, они пока в силе, эти санкции, ну что же нам, ждать, пока их отменят? Ну, есть мнение, что их не отменят никогда. Нет, надо приближать этот день, это в наших силах. Сейчас действительно рубеж выборы в Совет Европы, в Европарламент, вот в июне будут выборы, там два кандидата. Один кандидат, ну, его нельзя назвать пророссийским, генеральный секретарь Совета Европы, да, это Бельгиец, который, ну, по крайней мере, я считаю, более-менее объективную позицию по отношению к России занимает, Рейндерс. А другой, это вот кандидат от Литвы, который предлагает Россию шестиметровым забором, да, обнести, и даже если кто-то будет кричать, из забора не отзываться. Вот, вот это вся его предвыборная программа. Но все-таки это больше политика, да? Говорим об экономическом форуме, и тем не менее, в большей степени это политические темы. Ну, это нормально. Александр, а если возвращаться все-таки к экономической направленности, Китай, да? Наверное, один из главных полюсов современного мира, да, в том числе в плане экономики. Но тем не менее, делегация, которая была представлена на экономическом форуме в Ялте, она, ну, очень скромная. И в численном, и в количественном масштабе. Почему Китай не заходит, имея возможность и понимая необходимость, почему он не инвестирует в Крым? Все те же политические моменты мешают? Ну, вообще, я бывал в Китае, общался, насколько это возможно, с китайцами. У меня такое ощущение, что они слеплены из другого теста, у них другие часы внутри, да, какие-то. И они вообще мыслят другими категориями, правда. Ну, не инопланетяне, конечно, но китайцы. Поэтому у них свой путь, они действительно себе на уме. Поэтому наше вот это нетерпение определенное, оно, ну, в общем, связано просто с непониманием, скажем так, китайского менталитета. Это специфики, они очень долго отмеряют и далеко не всегда все равно, да, отрезают. Поэтому мы же знаем, что Китай уже примеривался даже в украинский период однажды, да, к крымской территории. Ну, это все сорвалось. И это сыграло тоже свою роль, я могу их, так сказать, понять. Немного обожглись, да, так скажем. Ну, и здесь было очень много довольно недовольных крымчан, которые говорили, что нам не нужны никакие китайцы, да, потому что есть свои издержки в китайском способе производства. Поэтому с их стороны это очень осторожные шаги, выверенные, и они по миллиметру просто вот продвигаются вперед. Мы даже этого, может быть, не замечаем. Я уверяю вас, это очень методичная политика, и да, может быть, в этот раз каких-то громких заявлений не было, в отличие от прошлого форума. Но меня, наоборот, это на какой-то оптимистический лад настраивает. Чем меньше мы вот провозглашаем каких-то громких, да, ожидаемых побед, цели, тем более они будут реальны. Вот, на мой взгляд, так. Денис, действительно, мы все ждем каких-то зарубежных инвестиций, говорим об иностранных капиталах, которые помогут развить республику и достичь обоюдовыгодного какого-то соглашения, взаимоотношений. Но не будем забывать, что крупные компании с территории материковой России, да, с других регионов тоже практически не участвуют в формировании бизнес-климата у нас на полуострове. И есть мнение, что до тех пор, пока не зайдут наши крупные игроки российского бизнес-рынка в Крым, другие тоже не пойдут в зарубежные. Ну, подождите, российские игроки тоже не идут по совершенно определенным причинам. Да, эти причины тоже санкции. Почему? Потому что раньше, совсем недавно строилась, да и продолжает, откровенно говоря, строится глобальная экономика. И крупные структуры, сетевые, холдинги всевозможные, да, и энергетические, они также имеют отношение к международным биржам, да, акционированы. У них сложная структура собственности и так далее, и так далее. То есть, вхождение в Крым создает им риски несоизмеримые. И эти же риски касаются и бизнес-климата уже всей России. Все очень просто. Просчитаны риски, угрозы и так далее. И эти угрозы не для компаний, да, эти угрозы существуют для нашей страны и экономики в целом. Потому что если мы говорим, например, об одном из крупнейших банков, почему он сюда не приходит, да, задается вопрос. Да потому что этот банк один из системообразующих. Если у него возникнут в результате этого серьезные проблемы, то проблемы возникнут во всей банковской системе России. Все-таки косвенно он присутствует здесь, если мы говорим о площадке, на которой проводился Ялтинский международный экономический форум. Это не военный, это не профильный актив, скажем так. Это не профильный актив и актив возникший до 2014 года. Поэтому да, об этом все знают, но это не стало проблемой. И проблемой уже не станет. Александр, если говорить, да, вот пятилетка экономического форума Ялтинского, она по сути вот уже завершилась. Если говорить о том, что будет продолжаться далее. Это станет вот такой формальной площадкой, где будут подписывать уже заранее обговоренные какие-то соглашения. Уже заранее какие-то инвестиционные договоренности будут оформлять на бумаге. Или все-таки продолжит быть вот такая площадка для политических каких-то прений? Ну, я очень надеюсь на то, что будет меньше декларации, больше реальных дел. Я думаю, что вектор в этом направлении. И на самом деле самое главное здесь, скажем так, не ставить просто реальные цели. То есть надо понимать, что мы должны просто методично двигаться. Может быть, действительно, вот брать пример с китайцев маленькими шишками. Не какие-то нереальные цели перед собой ставить, а медленно, но верно идти по намеченному пути. Собственно, это и происходит. Может быть, нас не устраивает темп, я понимаю, это нетерпение. Но я думаю, что и форум будет развиваться и будет наполняться новым содержанием. И будут новые соглашения, и они будут реализованы. Поэтому у меня есть такой, скажем так, повод для осторожного, сдержанного оптимизма. Хотя я знаю, что многие критикуют то, что происходит. Но критика тоже нормально. И спасибо нашим оппонентам за то, что не критикуют. Мы будем справлять свои недостатки. Все их понимают. Господа, я уверен, что все-таки нам удастся достичь того уровня, на который мы рассчитываем. Пусть небольшими шажочками, ориентируясь на китайцев, да, но мы все-таки придем к той цели, которую преследуют. Я благодарю вас за беседу, вам успехов в работе. Зрители, за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова